В Национальной Академической Библиотеке подготовили цикл книжно-иллюстративных выставок. Экспозиция состоит из нескольких разделов, где представлены более двух тысяч книг. Это цикл книжных выставок, который называется «Амингеликьель кундалахтарэ, ардакту таралаптарэ». В целом здесь представлены произведения из Фонда Библиотеки и Фонда Редких Книг, и на протяжении года разделы будут пополняться. Книжные разделы посвящены юбилейным датам, 30-летия принятия государственных символов Республики Казахстан, а также содержат и материалы к 25-летию столицы. Кроме того, на выставке можно увидеть разделы, отражающие неоценимый вклад научной и творческой интеллигенции, общественных деятелей в историю казахской литературы и культуры. Одна из экспозиций посвящена 150-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова. Хочу поблагодарить Национальную академическую библиотеку, что год открывают выставкой, посвященной жизни и творчеству Ахмета Байтурсынова. И мы, научные деятели, с огромным удовольствием принимаем участие в этом мероприятии, ведь его вклад в развитие казахской литературы неоценим. В Национальной академической библиотеке к открытию готовится выставка детской книги «Мои любимые книги», которая посвящена Году детей. Экспозиция состоит из четырех разделов, где представлены произведения классиков детской литературы, казахские сказки и героические эпосы. Театр танца «Сенситив» существует в Петропавловске уже более 14 лет. Его участники – танцоры с нарушением слуха. Коллектив известен по всему Казахстану. Мало того, «Сенситив» успешно выступал на танцевальных аренах многих стран мира – России, Болгарии, Италии, Испании и Объединенных Арабских Эмиратов. На этот раз артисты подготовили новую концертную программу «Танцуем любовь». Концертная программа будет состоять из двух частей. Делиться будет на современную хореографию, направление модерна и бальную хореографию. Получается, за нашу творческую деятельность мы впервые подготовили соло. Исполняет его конгожен Даниял. Для меня это тоже был первый опыт. Танец получился очень глубокий, со смыслом. И нужно было, чтобы он, скажем так, красоту своей души, красоту этого танца, песни передать языком тела. Танцевальные номера связывает одна сюжетная линия. Между мужчиной и женщиной вспыхивают чувства, и поначалу влюбленные даже пугаются этого. Но постепенно два любящих сердца обретают гармонию. Весь спектр чувств артисты показывают через танцы. Над постановкой работал режиссер-постановщик областного русского драматического театра имени Николая Погодина Тимур Каримжанов. Весной ансамблю «Сенситив» исполняется 15 лет. Зрители обещают порадовать еще одним концертом. Музыкальный театр юного зрителя готовит четыре примерных спектакля. Среди них «Народная сказка» Кюнастендага Пюникейхыс, сатирическая комедия «Сыланклэс» Жусибека Аймаутова, «Женитьба Гоголя» и лирическая драма «Гаухартас» Дулата Исабекова. По словам директора театра Асхата Маймирова, в этом году планируются гастроли по южной столице. Летом мы успели побывать с гастролями на востоке страны. По следам великого Абая отправились наши молодые артисты, которые представили вниманию жителей, семьи и села Караул Абайского района, спектакль «Абай Тохжан», а также концертную программу. Вернулись они воодушевленные и вдохновленные. Это хорошо влияет и на развитие творческих потенциалов труппы. Поэтому и в дальнейшем мы планируем гастрольные поездки в другие регионы республики. Талантливые артисты театра являются победителями и лауреатами многих республиканских и международных конкурсов. Творческий коллектив не намерен на этом останавливаться. В планах у труппы и в дальнейшем принимать участие в крупных международных фестивалях. К слову, в театре успешно реализуется социальный проект, благодаря которому талантливые дети столицы получили возможность обучаться актерскому мастерству бесплатно. По государственной программе мы работаем в пяти направлениях. Это актерское мастерство, ораторское искусство, хореография, вокал и хор. На данный момент в этих кружках занимаются 180 детей. В прошлом году молодой театр представил вниманию столичных зрителей семь премьерных постановок, в числе которых есть спектакль «Абай Токжан», мюзикл, посвященный Шамши Колдаякову, и постановка «Гашик Джурек» на стихи Мукоголима Катаева. «Абай Токжан», мюзикл, посвященный Шамши Колдаякова 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 «Абай Токжан». Продолжение следует...